В Беларуси полный курс вакцинации прошли около 2,5 миллионов человек. Многие уже сделали третью прививку. Она положена через шесть месяцев после основной. Обстановка последних недель позволила вернуть из инфекционного режима сначала больницы онкологического профиля, а после районные и областные. В первую очередь специализированные отделения. В республике стартовала декада кибербезопасности. Сотрудники милиции проводят беседы с жителями. Рассказывают, что такое фишинг и вишинг, как защитить свою банковскую карту о правилах безопасного поведения в соцсетях и мессенджерах. С начала года количество интернет-преступлений немного снизилось. Тем не менее, практически в четыре раза выросло число краж в крупных размерах. Профилактическая акция продлится до 1 декабря. Остается чуть больше месяца для обмена старых белорусских рублей образца 2000 года на действующие купюры. С 1 января сдать их будет невозможно. Операцию проводят только в столичных кассах Национального банка по адресу Толстого 6. Работают до 7 вечера. В Бобруйске реконструкция моста через Березину начнется в этом году. В рамках реализации госпрограммы «Дороги Беларуси» на 2021-2025. Проект сооружения уже готов. Его протяженность составит 503 метра. Заказчик – Минск Автодорцентр. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2024-м. Бобруйская Белшина возвращается в высшую лигу. Накануне красно-черные не оставили шансов футбольному клубу «Лида». Матч завершился со счетом 5-1 и стал последним домашним поединком шинников в этом сезоне. В расписании осталась еще одна встреча – 27 ноября против Барановичей. Но эта игра уже ничего решать не будет.